что примерно 2000 лет назад был разрушен Иерусалимский храм, и евреев изгнали из Израиля. И за несколько веков иврит практически утратил функции разговорного языка. На иврите писали, читали, но не говорили. И только в начале века, вот последнего, произошел переворот. Тысячи евреев, живущих в Эрец-Израиль, где впоследствии появилось государство Израиль, вы знаете, да? Под влияние группы энтузиазистов из России стали говорить на иврите. То есть иврит возродился. Запишите для себя основные понятия. С годами иврит был потерян. На нем писали, но не говорили. И только когда начало при начале образования государства, современного государства Израиль, иврит он был возрожден. Идиш уже фактически большая редкость. Вы можете послушать песни на идиш еще в Ильичевске. У Лейбовича, да? И вообще это чудо. Вы должны понимать, что такого понятия не было еще в истории. То есть примерно за 25 лет язык возродился как разговорный. Представьте, что вы возьметесь... А? Ягуда... Забыл я имя. Да, он был один из таких очень... Бог, я думал, что Бог его... А? Ягуда Галеви, да. Галеви. Галеви. Он учил своего сына на иврите. Придумывали слова некоторые. Ну, вы понимаете, что мы спокойно относимся к слову «карандаш». Ну, карандаш и карандаш. А как это сказать на иврите, да? То есть надо, возможно, придумать. Есть новые слова, которых не было тогда. Как сказать «холодильник», например? Правильно. Как сказать «пылесос», «помидор». Да, то есть даже очень простые слова, их надо было возродить или придумать, или создать. И тот иврит, который есть сейчас, это язык, который развивается и растет. И это чудо. В течение долгого периода литературным языком евреев был арамейский язык, близкий к ивриту и использующий тот же алфавит. То есть это времена примерно вот полторы тысячи лет назад. На арамейском языке в то время велось изучение Торы и на нем была написана Гемара. Ну, как бы, это мы потом разберемся, что это такое. И была написана Гемара. Просто запишите, мы потом термин разберем. Ге-ма-ра. В принципе, человек, который изучает Тору сейчас, так по-взрослому, он должен неплохо разбираться в арамейском языке, потому что часть книг они были написаны на арамейском языке. Мы знаем, что в разных еврейских общинах до сих пор пользуются также другими языками, которые принято называть еврейскими. Самый известный из них это язык ашкенадских общин. Идиш. Идиш. Не кипиш. Если кто-то хочет изучать идиш, у нас есть новый завет на иврито-идишском переводе. До этого вам нужно знать как минимум иврит. Да. Немецкий желательно. Некоторые называют его жаргоном, идиш. Записали, да? Некоторые называют его жаргоном или искаженным немецким, но при всем том, многие еврейские книги в древние времена были написаны на идиш. Мы помним, да, что в Одессе идиш это был достаточно распространенный язык. Мы сейчас пользуемся некоторыми фразами, многих из которых мы не понимаем, но мы используем их. Да? Азохенвей и танки наши швыдки это чисто одесское выражение русско-идишко-украинское. Побекицуру, да. Хорошо. Существуют также другие языки, но мы не будем их касаться, чтобы вас окончательно не запутать. Итак, у еврейского народа несколько имен. Причин тому много, и у каждого из них свое значение и традиции. Вы традиции. То есть мы говорим о названии народа. Достаточно известное это еврей. На иврите еври. Слово исторы. Ну, то есть говорят евреи, да? по-польски государство Израиль это царство жиду. Жидуське, так говорится. Ну, это не оскорбление, как бы жидуське, то есть жидуське. Так звучит, да. Еврей. На иврите еври. Слово исторы. Это название объясняет по-разному. От еврейского слова авар, что означает перешел или перешел с другой стороны. От этого же корня приходит слово другой или отличающийся от имени эвр. давайте я просто вам еще раз продиктую. Это название объясняет по-разному. От еврейского слова авар а-вар перешел или перешел с другой стороны. От того же корня также слово другой отличающийся от имени эвр от того же корня другой запятая отличающийся запятание а также от имени эвр еврей эвр да созвучные одного из предков еврейского народа мы видим что как бы само слово еврит происходит из того же корня эвр одного из предков еврейского народа видите вы даже не догадывались обо всем даже не снилось следующее название имя Израиль на еврите Израиль мы говорим да имя которое получил Яков один из праотцов еврейского народа после событий описанных в Торе в результате которых он получил особое благословение от Всевышнего записали Израиль все что записали Израиль правильно вот и все все знают но все в шоке собственно говоря евреи являются потомками Израиля Якова поэтому встречается также выражение Бней Израиль сыновья то есть потомки Израиля и Бней Яков сыновья потомки Якова то есть когда речь идет о Бней Израиль сыновья Израиля мы понимаем о каком народе идет речь или Бней Яков это не об украинцах вы учили уже да Иногда также весь еврейский народ называют Бейт Яков дом Якова и это учили Бейт Бейт Ют Тет Бейт А также Иудей на иврите Ягуди от Яхуда имени одного из сыновей Якова потомки которого большинство современных евреев Иудей на иврите Ягуди от Ягуды произошло это название от этого слова производит название еврейской религии в европейских языках иудаизм а также Идиш также происходит от этого имени да Итак Как называли еврейский народ Давайте мы быстренько Бейт Бейт Яков как Бней да Несмотря на то что евреи жили практически по всему миру в течение достаточно долгого времени существует только одна земля которую традиция считает еврейской на иврите ее называют Эрец Израэль земля Израэля Существует только одна земля которую традиция считает еврейской Во время того когда рассматривались различные проекты образования государства современного государства Израиль были предложены еврейскому народу различные варианты того где можно было бы организовать так называемый еврейский очаг или дом вы понимаете что в течение 2000 лет люди просто скитались по разным странам и в принципе можно было бы сказать какая вам разница возьмите например Уганду и был такой уганский проект и сделайте там национальный очаг сделайте там себе дом более того да просто ну какая вам разница где взять этих например там 50 миллионов километров квадратных да живите себе хоть половину пустыни из какой-нибудь Сахары возьмите в Африке например и радуйтесь пускай там будет вам царство более того местные короли шейхи они были в общем-то не против советский проект был известен нам как Беробиджан да который в самое лучшее время насчитывал около 30 тысяч человек это было самое самое лучшее но он вообще провалился полностью сама идея и мы видим что несмотря ни на что ни на какие огромные сложности то есть мы видим что Бог все же возвращает еврейский народ туда где он усмотрел для них землю я вам скажу это очень сильное свидетельство очень сильное потому что современное государство Израиль оно существует несмотря ни на что и вопреки всему будучи окруженными армиями и странами которые ненавидят это государство открыто ненавидят открыто желают полного не частичного полного уничтожения оно существует потому что эта земля согласно традиции мы знаем это была дарована всевышним еврейскому народу и здесь явно мы можем видеть суверенную волю бога именно на этой земле существовало еврейское государство до его изгнания все еврейские общины вне эрыц Израиль называются еврейской диаспорой диаспора в переводе с греческого рассеяние и возможно вы встречали такое понятие о том что в диаспоре принято делать это во так то и во так то есть некоторые молитвы в эрыц Израиль читаются вот так а в диаспоре вот так свечи зажигаются во столько то а в диаспоре вот так то все еврейские общины вне эрыц Израиль называются еврейской диаспорой общины в любом конце мира Диаспора. Даже если это там соседняя Турция, например, это все равно диаспора. Традиция учит нас, и Писание учит нас, что придет время, все евреи соберутся в Эрец, Израиль. Отсюда есть выражение «земля обетованная», то есть обещанная. И мы можем увидеть, что поскольку Эрец, Израиль существует на той территории, которая была обещана Богом для еврейского народа, сейчас мы можем видеть на основании этого, что приходит то последнее время, о котором говорится в Писаниях. Более подробно мы разберем вопросы земли, Израиля, немножко позже с вами. Итак, что такое диаспора? Рассеяние. Какую землю традиция считает еврейской? Это та земля, которую Бог пообещал еврейскому народу. Земля обетованная. Первым евреем был кто? Еще раз. Кто считает, что Адам? Да не бойтесь вы. Авраам. Кто за Авраама? Кто за Адама? Да, за Адама. Да не бойтесь вы. Кто за Эвера? Отлично. Хорошо. Некоторые так скромно воздержались. Первым евреем был Авраам, живший около 3700 лет тому назад. Он и его сын Ицхак и сын Ицхака Иакову называются в еврейской традиции праотцами еврейского народа. Вы помните, да, такое знаменитое выражение? Я Бог Авраама, Ицхака, Иакова. Почему-то Бог вот именно оттуда начинает исчисление. То есть мы знаем по Писанию почему. С первым евреем был Авраам. Ну и соответственно их жены были первыми праматерями. Да? Жена Авраама, Сара, жена Ицхака, Ривка, жена Якова, Рахель, Илья. У Якова было 12 сыновей. Вы это помните, да? Кто может перечислить 12 колен по памяти? Ты можешь, да? Я постараюсь. Ну давай. Возьми микрофон и постарайся. Иуды, Внемин, Дан, Манасия. Манасия? Что? Иуда. Нефалим, Гат, Ашер. Асир. Ну Ашер там. Ашер. Ашер. Ровен. Это сколько еще? Да ты считай, а там мы уже разберемся. Левий. Левинат. Потом. А, Левит это Леви, да. Хорошо, спасибо. Итак, в общем. Ревен, Шимон, Леви, Ягуда, Дан, Нафтали, Гат, Ашер и Сахар, Зволон, Йосиф и Биньямин. Ну, то есть, как бы, 12, да. В дальнейшем потомки каждого из этих сыновей образовали собственные большие семьи. Отсюда произошло выражение 12 колен или родов Израиля. Когда-то каждый еврей знал, потомка какого из этих 12 родов он и является. И поэтому название 12 колен Израиля перешло на весь еврейский народ. То есть, когда говорят 12 колен Израиля, мы тоже понимаем, что это также Бейт Яков, да, Израиль, сыны Израиля, сыны Якова, дети Авраама, можем сказать. В то время, когда почти весь еврейский народ жил в Эрец Израиль, у понятия 12 колен было и свое географическое значение. Мы знаем почему. Потому что при разделе Эрец Израиль каждый из этих родов получил свой надел. Поэтому мы можем говорить о том, что там, например, у Иосифа есть там то-то. И подразумевается не просто Иосиф конкретная личность, но колено, да, область какая-то. Ну, допустим, у Якова, да, у Игу, сама идея. Мы знаем, что колено левитов стало родом священников. И их функцией, их задачей было жить среди всех колен и учить священно действовать перед Господом. И род Иосифа к тому времени разделился на два, и Фраима, и Монаше, по племенам сыновей Иосифа. Так что снова получилось 12 наделов земли. Они должны были жить между всеми родами, и поэтому не получили земельного надела, левиты. Род Иосифа к тому времени разделился на два, на Ифраима и Монаше, по именам сыновей Иосифа. Так что снова получилось 12 наделов земли. То есть, понимаете, да? Это достаточно простая, так сказать, генеологическая лестница. Вы это можете легко увидеть в Библии, ну, не напрягаясь, почитайте бытие, и все это видно. Ну, в общем-то, мы с вами очень часто употребляем слова «еврей» или «еврейский». Но кто такие евреи? Кажется, вопрос очень простой, да? Но на самом деле вопрос очень непростой. Хотя еврейская традиция очень ясно отвечает на этот вопрос. Прежде всего, евреями были про отцы и про матери еврейского народа. Мы это понимаем, да? Мы будем позже рассматривать основные периоды еврейской истории. Все стоявшие люди возле горы Синай, мы понимаем, что они были евреями. Хотя мы знаем, что также вышли и неевреи. Во всех последующих поколениях еврейская традиция считает евреем каждого, у которого мать еврейка. Еврей — это тот, у кого мать еврейка. Сейчас так считают. Ну, раньше мы видим, что считали по мужчинам. Мы будем разбирать. Саш, ты пиши, а то ты меня смущаешь. Вот тем, как ты сидишь, и то, что ты не пишешь. Кроме того, у любого человека есть возможность стать евреем. Иными словами, присоединиться к еврейскому народу. Это не происходит автоматически. Поскольку сама по себе идея, можно так сказать, еврейской евангелизации не сильно развита в еврейском обществе. Для того, чтобы пройти ги-юр, есть такое понятие ги-юр, процедура перехода в еврейство, человек должен изучать Тору и доказать искренность своего желания. И искреннее желание, что человек действительно... То есть, как правило, человека, который хочет пройти ги-юр, его отговаривают от этого в синагоге. Перешедшие в еврейство называются ги-юр, ги-юр, ги-и-р. Человек, который перешел в иудаизм, еврейство, да. Я вам скажу, что на сегодняшний момент достаточно много, ну как много, есть определенное количество людей, которые переходят в иудаизм, как светских, так же и, например, мессианских евреев. Знаю я несколько, например, которые посмотрели на все и увидели вдруг, что еврейские корни у них как-то сильно напирают, что, в принципе, Ишуа как мессия им не обязательно, главное быть евреем, и они отказываются от него, становясь отступниками, мы понимаем это, да, и принимают иудаизм. Было время, когда ги-юр был очень опасен для еврейских общин, даже за него крали там смертной казнью, то есть не поощрялся ги-юр. Хотя в истории мы видим различных, достаточно известных людей, которые перешли в иудаизм и прославились в еврейском народе. Если я не ошибаюсь, тот же раби Акива. Только я не помню, кем он был до того, как пастухом, но по национальности этим все говорит. Ну, в любом случае не еврей. И умудрился такое сделать. Да. Очень много было вопросов, например, при образовании государства Израиль, кого считать евреем. Потому что мы знаем, что на территории, которая была тогда, было очень-очень много разных людей. самых разных. У них не было документов, у них не было каких-то подтверждений того, что у них есть еврейская кровь. Гитлер определял евреев очень просто. Если у тебя до четвертого рода есть кто-то с еврейскими корнями, ты достоин крематория. Да. Вот так вот просто. Во времена нацизма было очень много разных историй, которые были посвящены именно выявлению полуевреев, четверть евреев, еврея на одну восьмую и так далее, и тому подобное. Было ужасное время. При всем том, сейчас для вашей репатриации, если вы захотели бы сделать репатриацию в Израиль, также рассматривается вопрос до бабушки, до четвертого колена, насколько я помню. Если у вас есть какие-то документы подтверждающие, вы можете это сделать. Но если вы являетесь членом мессианской общины, возможно, вам не дадут это сделать, даже если у вас есть все прекрасные подтверждающие документы с древних синагог и так далее, и тому подобное. Вот такое вот есть постанова. Какая численность евреев сегодня, как вы думаете? Да. Откуда вы знаете? Правильно. Хотя мы понимаем, что достаточно трудно ответить на этот вопрос точно. Причин тому несколько. Мы понимаем, что в таких странах, как Америка, Англия, Франция, достаточно много евреев, но по национальному признаку не существует точной статистики. Ну, не считают людей по национальному признаку. В тех странах, где евреи подвергались дискриминации, преследованиям, евреи очень часто скрывают свое еврейство. Вы помните Советский Союз, сейчас это может быть Эфиопия, например, и другие страны. Очень много людей ассимилировало. И очень сложно сказать, кто есть, что есть. Бабушки некоторые поджигали все, что можно поджигать. Поэтому живут вот такие вот прекрасные евреи среди нас и могут даже и не догадываться. Все это, ну, как бы имеет свои причины. Примерно 30% всех евреев, около 5-6 миллионов, живут в государстве Израиль. Самая большая община диаспоры до недавнего времени была в Америке. На сегодняшний момент где-то я вот читал, что уже в Израиле больше, чем в США. Насчитывает примерно 5,5 миллионов евреев. Община, да. На втором месте в диаспоре это еврейство Франции. При всем том, может быть, я ошибаюсь, но, например, в Африи нет, может быть, я ошибаюсь, нет ни одной мессианской общины во Франции. И очень сильно растет мусульманство. Я точно не помню. Кто-то вот мне недавно тоже говорил, но не помню точно. Но в любом случае на втором месте в диаспоре. Обратно же. Очень сложно выявить точное количество из-за ассимиляции. Есть, да? Какие вопросы по данному моменту? Есть вопросы? Не знаю. Я не думаю, что кто-то все это проверял на самом деле. Хорошо. Идем дальше. Да? И сейчас мы рассмотрим с вами основные периоды еврейской истории. Тоже важно это понимать, потому что эти периоды заключены не только в тех периодах, которые нам известны в Писании. Основные периоды еврейской истории. Начнем сначала. Вещи, которые нам уже известны. С правоцов начинается история еврейского народа. Фактически мы говорили с Авраама, когда Бог сказал ему Лех-Леха, выходи. В ней рассказывается о чем? О том, что наш отец Авраам получил приказа Всевышнего идти в землю израильскую, как сказал Бог, которую я покажу тебе. И приказ этот дан был именно Аврааму, поскольку он был фактически единственным человеком, который верил в единого Бога, вопреки тому идолобуклонству, которое было в мире тогда вокруг него. И мы знаем, что Всевышний заключает с Авраамом союз на иврите брит. В переводе на русский язык завет. Бог заключил с Авраамом свой завет. Согласно этому завету, от Авраама произойдет великое и особенное потомство, которое возьмет на себя выполнение миссии Авраама, свидетельствовать всему человечеству о том, что Всевышний не только создал, но и управляет этим миром. Держитесь. Записали? Сфотографировали, хорошо. Итак, Всевышний заключает с Авраамом союз. Отсюда происходит выражение ввести сына в союз праотца нашего Авраама. То есть, войти в завет с Авраамом. Есть такое выражение. И в дальнейшем мы видим, что Бог возобновляет этот союз с Ицхаком и Яковом. Ну, как бы, факты достаточно известные. И земля, о которой говорит Всевышний Аврааму, это Эрец Израэль, земля Израиля. И почти вся эпоха праотцов проходит в этой стране. Хотя мы видим, что из-за голода в этой стране Яков в середине второго тысячелетия до нашей эры со всем семейством уходит в Египет, где к этому времени Иосиф, один из сыновей Якова, достигает высокого положения, становится правителем страны. Уход еврейского народа из Эрец Израэль называется в традиции еврейским словом галут. Слышали такое, да? галут. 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 Изгнание. Это был первый галут. Уход Якова с сынами в Египет стал началом самого первого галута египетского. Он ходил. Все эти истории мы можем увидеть в первой книге Торы Баришит. Во второй книге Торы Шмот рассказывается о том, как через некоторое время мы знаем, да? Еврейский народ начинает выходить. Евреи верили, что придет день, они выйдут и с египетского равства и придут, как свободные люди в Эрец Израэль, в землю Израэля. Мы понимаем, что тут появляется руководитель у них Моше бен Амрам, Моисей. И к этому человеку, к Моше, к Моисею, еврейская традиция относится с огромнейшим уважением и называет его Моше Рабейну, то есть наш учитель Моше. Вы можете и сейчас часто встретить это, если вы будете разговаривать с ортодоксом, например, он говорит, как говорил наш отец Моше Рабейну, то есть вы должны понимать, что это не просто какой-то Моисей с соседней улицы, это именно тот Рабейну, наш великий учитель Моисей. Мы знаем, что Бог повелевает Моше вывести евреев из Египта и он идет к фараону. Начинается история, известная нам, как «Let's my people go», «Отпусти народ мой», чтобы они пошли, от чего фараон, собственно говоря, невежливо отказался. И на Египет обрушиваются страшные испытания, несчастья, известные в традиции под названием как «десять казней египетских». И в конце концов евреи уходят. мы знаем, что египетская армия пытается преследовать своими колесницами, но ничего у них не получается. Позже мы видим о том, что еврейский народ сталкивается с народом, который зовется народом Амалика, да, один из самых враждебных по отношению к евреям народов. и подходит к горе Синай в пустыне. И на этой горе и возле нее состоялось самое главное событие в истории еврейского народа. Всевышний через Мошер Абейну передает еврейскому народу дар Тору. И с этого дня мы ведем отсчет еврейской истории. Здесь был духовно возобновлен союз между Всевышним и Его народом. Мы будем говорить об этом позже. Обновление, да, дарование Торы. Симхат Тора скоро будет, кстати. Праздник Торы. Будем разбирать это. Через несколько дней евреи подошли к хранице Ариц-Израэль. Но вы знаете, что страх был очень большой и они испугались. Из-за чего были обречены еще блуждать 40 лет, пока не вымрело то поколение рабов, которые вышли из Египства. И фактически народ прошел своеобразный фильтр очищения. То есть рабское мышление оно просто вымерло. Вот такой вот Бог придумал антивирус особенный. И отсюда происходит выражение поколения пустыни. Слышали такое? Поколение пустыни. Подразумевается то поколение, которое прошло пустыню и умерло. Мы знаем, что даже Моше Робейну не было разрешено войти в Ариц Израиль. И еврейский народ вошел в страну под предводительством приемника Моше Егошуа бен Нуна Иисуса Навина так называемого Егошуа бен Нун. Мы знаем дальше, что когда евреи вошли в Ариц Израиль завоевали его большую часть под предводительством Егошуа евреи столкнулись с новыми проблемами. Во-первых нужно было сражаться с набегами филистимлян при всем том попытаться вести какой-то нормальный образ жизни сформировать государственную систему. Тем не менее долгое время евреи не создавали своего государства. Это означало служить земному царю. Иметь государство государя означало служить земному царю. Что противоречило клятве еврею служить только царю небесному только Богу. И в то время евреями управляли люди которых называли в народе шофтим или судьи. Хотя их функции и выходили за рамки суда. Шофтим до царя были шофтим судьи. да. То есть они не просто судили они действительно управляли народом. Шофт был в сущности полноправным правителем пока придерживался законов Торы и поэтому в законе пользовался авторитетом. Каких шофтим мы знаем с вами? Самсон ты имеешь ввиду? Девора А разве Самуил не пророк? Ну суди книга судей кто читал когда-нибудь? Гидион хорошо и так и наконец мы видим дальше в истории что пророк Шмуэль Самуил помазал на царство или короновал первого еврейского царя Шауля из колена Беньямина. Кому сейчас это все вот эти штуки режут ухо? Шауля из колена Беньямина. Я хочу вас ободрить что очень скоро вы не будете замечать разницы между Моше и Моисеем между Иисусом и Ишуа. Ну да между Ишуа еще как бы между вы можете говорить вот эти вещи вы можете пользоваться там говорить брещит там шмот и нормально ну то есть это просто мы прикасаемся с вами к еврейской традиции понимаете мы постараемся смотреть на то как все устроено изнутри насколько это возможно для нас как верующих Нового Завета итак мы просто делаем сейчас обзор который тоже важен потому что мы пойдем дальше появился у нас Шауль и мы знаем что Шауль в общем-то не зарекомендовал себя как человек полностью достоин звания и был похоронен погиб смертью храбрых ну не совсем ну не он старался в любом случае вы же видите что Бог его не снял сразу мгновенно молния не ударила он был царем достаточно долгое время ну после него стал царем Давид из колена Игуды самый знаменитый всех еврейских царей и от него произошла царская династия которую мы знаем как дом Давида после Давида Перестол перешел к его сыну Шломо Соломону и мы знаем что Соломон был необыкновенно мудрым человеком и он был удостоен Всевышним чести построить Иерусалимский храм символ служения еврейскому народу Богу и самое святое для еврея место С точки зрения еврейской традиции храм это то место на земле где постоянно пребывает шхина Кто слышал такое слово? Слышали? Молодцы Божественное присутствие Шехина Я бы сказал что это выраженное Божественное присутствие Мы знаем с вами что существует выраженное присутствие и невыраженное например здесь сейчас в этот момент существует невыраженное присутствие Бога Бог находится здесь с нами потому что мы собраны во имя его написано что он среди нас но если здесь появится например столб огненный и облачный то это будет выраженное если вдруг Бог захочет проявить все то что тут происходит сейчас в духовном мире то мы могли бы возможно увидеть ангелов которые вот тут на трубах сидят смотрят или рядом с вами изучают стоят вот здесь один такой с мечом здесь еще один с мечом написано что ангелы ополчаются вокруг боящихся если вы боитесь Господа то ангелы вокруг вас ходят плотным кольцом сверху покрывают относительно знамений вы знаете когда-то во времена Петра I было очень много знамений очень много было знамений ну так уже много иконы плакали лампадки светили там и так далее и так далее вы знаете что Петр I был человек очень не глупый и он был на свое время ревизионистом и таким революционером даже да то что он творил с русской армией и вообще с нравами он приказал взять роту солдат окружить церковь которая в которой икона собственно говоря плакала выгнать всех оттуда и неделю они простояли в окружении никого не пускали не выпускали и никто не плакал все было хорошо после этого он издал указ если я не помню дословно но смысл сводился к тому если где-нибудь кто-нибудь когда-нибудь заплачет на кол и все будет нормально при Петре I никто нигде не плакал я не знаю насчет этого чуда я не исследовал но как бы есть множество моментов связанных со стигматами и так далее и тому подобное я думаю что некоторые из этих чудес это не чудеса это просто нечистые духи смущают людей мы можем увидеть к чему это приводит ну я не берусь как бы ставить штампы на все потому что мы понимаем что если Бог захочет чтобы иконы плакали маслом или молоком это не вопрос для Бога его всемогущести мы учили с вами это поэтому он не обязан давать отчет того или другому но вопрос к чему приводят нас те или иные знамения и приводят ли они нас к Богу живому или приводят они нас к какому-то идолопоклонству например тем же мощам или каким-то другим вещам мы понимаем что само понятие идолопоклонства оно достаточно широкое оно существует практически во всех религиях и даже правильных то есть можно поклоняться например Библии можно поклоняться пастыру можно поклоняться там да чему угодно можно поклоняться в хорошей погоде служению семье своей можно детям можно поклоняться идола сделать не сложно из хороших вроде бы прекрасных вещей хорошо на этом мы сейчас сделаем перерыв и продолжим дальше дальше